С коронавирусом справились еще 52 ставропольца. Общее число выздоровеющих в регионе превысило 187 тысяч. Об этом сообщил губернатор Владимир Владимиров. За минувшие сутки плюс 56 заболевших. Один пациент скончался. Не забывайте, защититься от инфекции помогает вакцинация и ревакцинация. Губернатор Владимир Владимиров выступит с ежегодным посланием на заседании Краевой Думы. Регион в условиях нового вызова. Что теперь изменится в нашей жизни? Темы, которые касаются каждого. Медицина, экономика, сельское хозяйство. Наш телеканал будет транслировать послание в прямом эфире. Включайте свое ТВ 26 мая в 10.00. Не пропустите. В поселке Щелкане отремонтировали фельдшерско-акушерский пункт. Там заменили систему отопления, оконные и дверные блоки. Также обновили кровлю и напольное покрытие. Провели отделку внутренних помещений, сообщили в региональном Минздраве. В ближайшее время ФАП оснастят современным оборудованием и мебелью. Реконструкция прошла благодаря краевой программе модернизации первичного звена здравоохранения. В этом году в Кочебеевском округе отремонтируют двухкилометровый участок трассы Казминская-Васильевский. Там обновят покрытие проезжей части, укрепят обочины, установят знаки и нанесут разметку, сообщили в региональном Миндоре. Работы пройдут в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Станица Зуворовская обновляет дом культуры. Уже утеплили и реконструировали фасад. Внутри здания меняют инженерные коммуникации. После ремонта в ДК разместятся студии по вокалу, хореографии и театральному искусству, а также костюмерные и гримерные комнаты, сообщили в Министерстве культуры Ставрополья. Реконструкция проходит благодаря нацпроекту «Культура». Субтитры создавал DimaTorzok